Министр социальных дел Таннель Кикер, руководитель кризисного штаба Кристиан Сирп, комментируя сегодняшние шокирующие цифры, заявили, что стоит подождать пару дней, чтобы делать какие-то выводы. 8 439 позитивных тестов производят сильное впечатление, но и проб было взято более 13 тысяч, в то время как вчера лишь около 7 тысяч. Поэтому сложно говорить о том, наступил ли в стране некий перелом. Очевидно, что заболеваемость в стране остается на высоком уровне. Особенно тревожит резко возросшее за последнюю неделю число пациентов в больницах. На больничном лечении находится более 500 человек. Эта цифра выросла с начала этой недели и теперь держится стабильно выше 500 пациентов. Если же посмотреть на число людей, попадающих в больницу в один день, то сегодня это 101 человек. Напомню, что абсолютный рекорд за два года кризиса 104 человека. Он держался пару дней в марте прошлого года. Поэтому, сравнивая статистику, я могу сказать, что пока мы еще не достигли пика числа пациентов в больницах. Поэтому стоит серьезно подумать о том, как справиться, если число пациентов будет расти. Ведь год назад вирус не заражал медиков в таком масштабе, как сейчас. Также надо признаться, что сейчас наша медицинская система не может обеспечить привычно высокого качества лечения медицинских услуг. Не только для коронавирусных больных, но и для других заболеваний. В статистическом учете произошли изменения, как и в стратегии тестирования. Но на следующей неделе все показатели будут собраны, и департамент опять предоставит точные данные. Возможно, и заболеваемость начнет снижаться. В Европе в целом распространение коронавируса пошло на спад. И в нашем регионе наблюдается небольшое, но снижение. Сегодняшний день был исключением. Уровень заражения был очень высок. Но в ближайшие дни мы увидим либо подтверждение этому, либо окажется, что мы наблюдаем новое изменение динамики. Пока ждем, что позитивная тенденция придет и к нам. Сейчас же надо соблюдать привычные правила и вакцинироваться. К вопросам послаблений правительство готово вернуться на следующей неделе. Небольшие уже сделаны, но те, что касается ношения масок или временных ограничений работы развлекательных учреждений, будут обсуждаться на следующей неделе.